Добрый день! Сегодня мы будем делать блюдо, которое очень популярно в Испании. Это мы будем делать, если в прямом переводе, то это называется креветки в пальто. Пальто это, в общем-то, кляр. Что нам нужно? Во-первых, нужны будут креветки. Мы их почистили, но мы оставили, как видите, последний кусок панциря и хвостик. Мы их будем опускать в кляр примерно до сюда, чтобы хвост и чуть-чуть этого самого оставалось снаружи, чтобы было удобно брать и есть. Кстати, голову это мы не выбросили, а положили в холодильник и заморозили. Потому что, уверяю вас, получается потом прекрасный бульон из этого, чтобы делать другие блюда. Значит, что нам нужно будет еще? Одно яйцо. Да, кстати, креветки у нас здесь чищенных уже где-то 200 грамм. Значит, с головами было где-то 350. Значит, нам нужно будет одно яйцо, нам нужно будет пиво. Пиво это примерно 1,5 стакана. Может быть, поменьше, может, побольше. Нужна будет мука. Есть где-то 4 ложки. Может быть, тоже будет побольше, поменьше. Там посмотрим. Делать мы это все будем на масле подсолнечном, не на оливковом. Потому что оливковое масло дает слишком много вкуса, и оно перебьет вкус всего остального. Нам нужен будет шафран. Значит, если шафрана нет, то, в общем-то, можно обойтись без него. И нам нужно будет, чтобы, значит, мы хотим, чтобы кляр получился такой воздушный. Мы возьмем соду и уксус. Значит, соду добавим, погасив ее уксусом. Значит, начнем мы с того, что мы... Да, сделаем мы все это будем в кастрюле. Почему в кастрюле? Я объясняю. Нальем мы, примерно, столько масла. Значит, если креветка, чуть-чуть будет на ней воды. Здесь у нас очень достаточно сухие. Но если в кляре на креветке будет вода, она просто взрывается. И у меня уже два тут есть куска, я больше не хочу. Значит, буду делать это в кастрюле. Кастрюля высокая. Полетит с лучшего вверх, а не на меня. Значит, начнем мы с того, что креветки мы почистили. Голову с чешуей спрятали в морозилку. Полностью готовы. Значит так, начинаем. Добавляем сюда муки. Теперь мы разбиваем сюда яйцо. Теперь мы сюда добавляем шафран-шафран. Кстати, он должен быть в порошке, потому что иначе его трудно будет размешать. Повторяю, если нет шафрана, то ничего страшного. Шафран так хорошо запакован. Продукт дорогой. Шафран выкидываем в соль. Так, теперь мы это взбиваем, размешиваем. Значит, у нас, естественно, это будет пока что с комками. Так, сейчас мы сюда добавим пиво. Мы добавили муки и пиво. Значит, не все. Пиво я себе оставлю. Значит, густота. Густота должна получиться примерно такая. Видите, когда она падает, она как бы оставляет следы немножко. Не сразу растворяется. Это должна примерно такая быть густота. А сейчас мы сюда добавим чуть-чуть соды. Погашенной. Так. Так. Тоже это перемешаем. И, значит, следующий шаг. Мы нальем сейчас сюда масло. Масло нальем, чтобы они хорошо плавали. То есть, где-то сколько вот. Масло подсолнечное, не оливкое, я повторяю. И когда он у нас будет горячим, начнем окунать сюда креветки. Значит, я повторяю. До хвоста. Значит, хвост должен остаться наружу. И классик туда жарить. Сейчас мы это увидим. Все. Итак, значит, мы подготовились. Масло горячее. Кляр сделан. Креветки готовы. И приготовили мы, значит, тарелку с бумагой, кухонной бумагой, что значит класть туда. Значит, что мы делаем. Мы берем креветку. Опускаем туда. Как следует ее. Немножко ее вот так вот постукиваем, чтобы стрясти. Лишнее. Кидаем туда. И так далее. Значит так, сколько держать креветки здесь. В общем, если это сделается уже красиво, там же креветки делаются мгновенно. Как только у нас наш кляр приобретает красивый вид, с двух сторон их надо таскать. Потому что там же креветки в кипящем масле сделаются мгновенно. И, значит, так мы будем делать все креветки. Креветки у нас, значит, такие вот красивые получились. И вкусные, я уверяю. Значит, теперь у нас остался кляр. Значит, что мы сделаем. Мы сделаем следующую вещь. Мы провязываем такие вот кольца лука, чуть-чуть зеленого перца, чуть-чуть испанчера. Сейчас мы будем делать следующую вещь. Мы будем это обмакивать в кляр. И кидать в то же масло. Тоже очень типичное, да? Тоже типичное блюдо очень в Испании. Ну, скажем, не блюдо, это, скажем так, больше закуска. Да, закуска. Вот. Значит, тоже надо стряхивать. И туда. Это, естественно, тоже. Называется овощи в темпуре, да? Значит, это у нас кляр, это темпура. То же самое, значит, будет все. Как только сделать у нас красивый кляр, значит, мы это вынимаем. Так, значит, сегодня у нас получилось блюдо такое немножко сумбурное. Начали мы делать креветки в пальто. Ну, я напоминаю, значит, вот они. Значит, ну, у нас осталось немного кляра. Значит, и мы решили заодно, хотя это было, в общем, планировалось сделать как отдельное блюдо когда-нибудь, но мы решили сделать тоже заодно овощи в том же кляре. Значит, у нас здесь и того креветки в кляре или в пальто, как говорят, в Испании. Кольца лука, очень тоже вкусно. Зеленый перец и спаржа. Значит, пить мы сегодня будем вино из области рода. Кто этого не знает, значит, это вино, очень советую попробовать, потому что очень хорошее вино. Всем приятного аппетита и пока! Приятного аппетита, пока!